приветствую вас мы сейчас находимся в херсонском сквере по левую сторону раньше были разные будочки магазинчики барчики сейчас уже это все снесли мы прокатимся по маршруту 20 трамвайчика его еще называют камышовым длина трамвайного маршрута составляет где-то семь с половиной километра ходит трамвай каждые 30 минут их всего два курсирует на линии начинает свою работу в 5 30 и заканчивает около 10 часов вечера сейчас мы будем проезжать под глухим мостом созданный под железнодорожной насыпью специально для трамвая после него начинается индустриальная часть города лакокрасочная фабрика которая построена в 1856 году биостимулятор пожалуйста я первый раз буду на этом маршруте первый раз проедусь двадцатом трамва и еду этого как я помню не ездила если у вас есть какие-то дополнения какие-то комментарии какие-то воспоминания пожалуйста дополняйте видео мы с удовольствием прочтем их пока мы будем ехать я расскажу немного истории камышового трамвая она начинается в 1883 году 19 мая был открыт этот маршрут парового трамвая от херсонского сквера до хаджабеевского лимана начале 20 века камышовый трамвай был полностью переведен с конной тяги на электрическую в начале 20 века данная линия вела курортным местам хаджабеевскому парку вокруг которого находились дачи состоятельных граждан но после поднятия уровня воды в лимане часть путей затопило и постепенно линию укоротили до нынешней конечной станции не подъезжая уже к хаджабеевскому лиману раньше на берегах полноводного лимана были прекрасные пляжи собиравшие много людей после революции дачи были разграблены и постепенно респектабельны привлекательны для туристов район утрачивал свое значение и этот процесс значительно ускорился когда на шкодовой горе построили нефтеперерабатывающий завод с 1941 по 1949 годы линия трамвая хаджабеевскому лиману официально не работала когда запустили перестроили уже на широкую колею по маршруту следования мы будем встречать бельгийские остановки не создавались в период 1910 1915 годов но сейчас они практически разрушены и уже поставленные такие железные маленькие остановочки хотя эти остановки включились в список объектов культурного наследия сейчас мы проезжали переулок ширяевский но эти остановки кстати встречаются еще на фонтанской дороге есть по городу еще на одной из таких остановок называлась зеркальные павильон был поставлен перпендикулярно к рельсам а чтобы пассажиры видели приходящий трамвай напротив остановки висела большое зеркало его конечно уже нет а сами остановки я уже говорила в разрушенном состоянии мы когда будем ехать обратно я вам покажу вот эту перпендикулярную остановку поток пассажиропоток здесь абсолютно небольшой мы проезжаем некоторые остановки и трамвай даже не останавливается остановки не объявляются на некоторых маршрутных трамваев нас даже на английском языке объявляют но это такой вот 5 трамвайчик который идет еще парк шевченко 5 в аркадию здесь даже не объявляются остановки и очень мало людей и современные остановки вот должна быть но мы проехали мы даже не остановились еще интересный такой факт что на шкодовой горе был такой пещерный район пещерный город районе хаджибеевского вательмана на склонах шкодовой горы и его можно было наблюдать по маршруту 20 трамвая еще существовал в двадцатые годы прошлого столетия большую часть пещерных жилищ уничтожили в тридцатые годы при строительстве нефтеперерабатывающего завода или приспособили под склады хотя еще есть сохранившиеся пещерные жилища ли их руины и можно их увидеть в районе улицы глоткова по горе были разные сделаны лесенки переходы полки чтобы добираться и вот по правую сторону еще сооружение дома а по левую вот и завод тоже мы проехали я уверена что когда-то здесь было очень очень много людей и дом 1856 года постройки мы приехали завод уже биостимулятор не работает там кстати сделали строкбольную площадку и квест зону такие вот заросли заезжаем здесь заросли просто джунгли мало того что растут деревья и пустарники и все это покрыто еще плющом поэтому кажется что просто стена вот так как вы заметили в основном это будет по всему следованию маршрута вот такая зеленая зона справа какие-то еще домики а слева вообще промзона поэтому еще немного расскажу в этом районе находится видите опять приехали остановку и опять не остановился вообще трамвай даже если есть желающие выйти то останавливается расскажу расскажу что еще находится кладбище в этом районе но основно в 1755 году когда будем ехать на обратном пути может быть его захватим там такие большие белые прям кресты каменные и вот вслед за ним начинается пещерная одесса и вот по бокам мы ничего абсолютно не видим сейчас въехали в камышовую зону можно сказать какие же остановки встречается какое название на пути следования трамвая так как у нас не объявляется в трамвайчики и мы даже не останавливаемся поэтому чуть сложно сориентироваться ну вот от херсонского сквера первая остановка это первый хлебзавод потом слободской спуск завод сталь метис лакокрасочный завод завод биостимулятор республиканская нефтезавод хаджибеевский переулок сельхоз предприятия республиканская хаджибеевская дорога гастроном хаджибеевская дорога гладкова и пятая станция хаджибеевской дороги и следующая хаджибеевский лиман в 2019 году журнал forbes внес 20 маршрут в список самых интересных трамвайных маршрутов мира и кстати по этому маршруту еще профессиональные экскурсоводы гиды проводят экскурсию и рассказывают историю этого района еще за камышами не видно но вот пути выходят на хаджибеевскую дорогу вдоль которой располагается озеро и местные жители прозвали его лебединым если там заглянуть за камыши то встречаются какие-то такие прудики и возле них сидят удят рыбу еще такое ощущение как будто ты не в трамвае едешь а в электричке без остановок еще вот по пути следования мы приехали дом вроде частный дом буквально несколько метров и идут трамвайная полоса это конечно тоже удивительно и вот редко где-то прям встречаются чтобы такое близкое соседство было еще вот такое ощущение как будто ты едешь где-то вот в деревеньке какой-то вот видите трамвайчик остановился и вышел один человек один пассажир мы кстати проехали бельгийскую остановку справа на вот в полном разрушенном состоянии знаете когда едешь на сельском автобусе и какой-то человек выходит и идет куда-то в поле и ты уже вообще не видишь домов куда он вот мы сейчас въехали такой участок что здесь камыши камыши с правой стороны и с левой они выше выше трамвая хотя по следованию трамвая видите еще травку срезают потому что камыши не очень быстро разрастаются не просто здесь бы все заполонили и вот справа тут уже встречается такой поселочек там уже такая дорога хорошая вымощена если сильные ливни трамвайные пути здесь заливает и пускают уже автобус и недавно спрашивали про 30 трамвай который курсировал на балковской его уже нет после реконструкции балковской 2000 до 2008 года он перестал курсировать по маршруту поэтому пока вот рельсы в хорошем состоянии трамвайчик ходит ну как что будет неизвестно что при сильных ливнях заливает проезд у нас сейчас трамвай в троллейбусе 5 гривен маршрутных такси 10 говорили что и трамвай и троллейбус поднимут до 8 но пока 5 гривен а и и Еще вот на примере я выкладывала 27 маршрут. От ЖД вокзала до Рыбпорта и там колоссальное количество просмотров как-то попало в рекомендации Ютуба. Люди, которые... Ну вот не судите по одному видео, по одному маршруту о всем городе. У меня есть видео про Одессу, есть другие блогеры, которые снимают, потому что иногда люди попадают на канал, на одно видео, оно попадается в рекомендациях. И могут, конечно, удивиться. То есть у нас совершенно разные районы, совершенно разные маршруты. Поэтому это такой довольно экзотический маршрут. Интересный маршрут. Его так и называют камышовый трамвайчик. Поэтому это нетипично. Спасибо за комментарий, потому что такие развернутые бывают, удивленные пишут. Когда едешь, такое ощущение, что трамвайчик как бы продирается, пробирается сквозь эти заросли. И, как говорится, вдалеке от городской суеты вышел вот один человек. Никаких пробок, какого-то движения сумасшедшего. Очень еще тихо, тихо. Еще вдоль полей орошения мы проезжаем. От конечной остановки до Лимана метров 200. Место там уже для отдыха не самое подходящее. Но полюбоваться Лиманом стоит. Я не пойду, вам говорю сразу, потому что там надо проходить через трассу. Поэтому как-то вдруг трамвайчик уже не будет ехать обратно. Оттуда очень тяжело добраться. Поэтому мы вот так кружок и сделаем по этому маршруту. Сегодня у нас так немного пасмурно. Даже чуть-чуть покапал дождик. Видите, вообще людей очень-очень мало. Продолжение следует... Напишите, пожалуйста, какие у вас возникают вопросы. Ассоциации от этого места, от этого трамвайного пути следования. Какие у вас ощущения? Уже осень вовсю разукрашивает своими красками листья. Уже здесь не все зеленое, а и бордовое. В общем, все оттенки встречаются. И желтый, и красный. Смотрите. Смотрите. Вот остановка 5-я станция Хаджибеевской дороги. Если выйти здесь, можно пройтись до старинного казацкого кладбища, про которое я говорила. Оно называется кладбищем Сотниковой Сечи. Оно появилось еще до создания Одессы в 1775 году. И на нем до сих пор стоят где-то более, как пишут, трех десятков листов. К сожалению, кладбище разрушается. Такое очень необычное, живописное. Ты вообще абсолютно другой мир погадаешь. Вот мы приехали на конечную маршрута трамвайного. Вот он делает здесь круг, разворачивает. Но на круг часто не берут пассажиров. Все должны выйти. Можно сесть за. За объездной дорогой там трасса. Я туда не пошла, потому что потом добираться как-то в тех районах, где хорошее такое обеспечение транспорта, можно прогуляться, если не идет этот маршрут, пересесть на другой. То здесь я не знаю, как выбираться отсюда. Поэтому трамвайчик сделал круг и едем обратно. На остановке сел мужчина. Два мальчика с ним. Они с удочками, видны, шли. С Хаджибиевского лимана. Рыбаки. Многие рыбаки еще пользуются этим маршрутом. Сейчас все. Вот примерно около 30 минут занимает дорога. Сейчас едем в обратную сторону. Сейчас уже сниму вам незатуманенный вид. Открытого окошка. Домики. Здесь есть и такие в хорошем состоянии, и разрушенные. На многих домах табличка про дам. Вернее, даже не на многих. Нет, на некоторых. И в основном это там, где нет домов, а какие-то участки. Ну, есть и очень ухоженные домики. Такое поселение. От окошка надо подальше. Я раскрыла, и вот все прям лезет в окно. Это зелень. Эти веточки, листочки. На некоторых остановках можно выйти поснимать. Что-то пофотографировать, конечно. Очень такие колоритные бы фотографии были. Потому что, я говорю, все заросло зеленью. Все заросло плющом, камышом. Такие уже железные остановки. Вот в районе остановки Гладково можно увидеть старинные пещерные дома, которые когда-то были местом, где скрывались контрабандисты. Для строительства этих домов не использовались гвозди или строительные материалы, а пробивались ниши в известняках. Такие дома даже оборудовались мечами, а сами помещения имели два входа. На улицу и в катакомбы. С Альга-Карма-М Nãocmачная комната. На улицу и в катакомбриях. - Там до свиданий. Такой магазинчик, продукты продаются, крах цен, реклама и здесь есть, есть такие очень аккуратненькие, красивые дома, возле них люди такие сделают себе аккуратные полисадники. Хорошо, что есть трамвайчик. Чистый воздух, незагазованный ивы, я очень люблю эти деревья ивы, когда они так свисают, купол создают. Вот есть не только такие камыши, а такие еще благородные, знаете, качалочки. А вот табличка продам, продается участок, потому что дом не виден там. И здесь такие добротные, хорошие домики. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Казахстан. но напротив домов конечно очень чисто никаких свалок все такое зелененькое территория ухоженная туда поселок он так вот вглубь уходит и вот сейчас мы увидим эту остановку которая располагается вот так перпендикулярно на которые было зеркало чтобы люди могли видеть когда подъезжает трамвай вот эта остановочка видите она так расположена еще кстати неплохом состоянии бельгийская остановка еще видны газовые трубы значит район газофицирован природный газ подведен вот мы сейчас проезжаем видите такие вверх пути идут дорожки вот они вот часто встречаются какие-то такие лесенки дорожки тоже такие очень необычные такие колоритные в общем такое ощущение что ты попадаешь в такой пригород вокруг эти заросли заросли вот эти камыши приехали которые качалочки такие коричневые и пока мы едем уже в обратную сторону немного расскажу о шкодовой горе находится она на границе одессы и беляевского района село усатого между хаджибеем и слободским озером добраться лучше всего от пересыпи на двадцатом трамвайчике вот на котором мы едем камышовый маршрут от привоза на 111 маршрутки там тоже иногда проводят экскурсии так что нужно одевать удобную обувь для прогулки по склонам экскурсоводы могут рассказать очень много интересных историй это место таит загадок как раньше жили в этой местности и вот именно там сохранились какие-то ранние памятки которых практически больше нигде не встретишь в городе высота шкодовой горы около 50 метров вот кстати проехали бельгийскую остановку тоже разрушена это такая самодельная скамеечка самодельная остановка шкодова гора получила свое название от украинского слова шкода вред ущерб прошлые времена когда сильно затапливала пересыпь ну ее иногда сейчас затапливает вазам приходилось ехать по склонам горы по камням через кусты из-за чего телеги застревали ломались и вот говорили шкода не шлях так и повелось шкодова гора то есть вред а не дорога на горе после 1775 года еще до основания одессы поселились кайзаки и не жили в пещерных домах сейчас уже конечно очень мало осталось неразрушено еще можно встретить нужно знать места пещеры чаще всего делались искусственно вырезанием камня ракушника вот образовывающиеся пустоты использовались из современного на шкодовой горе открыли экстрим парк не любят покататься велосипедисты мотороллеры поскольку там отличные природные перепады высоты в 2018 году здесь открыли обновленный мотовело экстрим парк по мнению спортсменов обновленные и дорожки инфраструктура парка позволяет проводить соревнования всех уровней также обеспечены возможности для полноценных тренировок по разным дисциплинам вот даже спортивная школа номер 4 использует этот парк в качестве основной спортивной базы какие невероятные цвета невероятные оттенки так что и Продолжение следует... 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 спасибо за просмотр уже практически мы заканчиваем пишите комментарии мы почитаем дополняйте видео очень интересно прочесть и так как частные дома люди что-то своими силами пытаются сделать ремонт как-то отремонтировать дом прилегающую территорию еще тоже очень интересная история возле первого хлебзавода находится свято-никольский храм и дом трудолюбия дом трудолюбия это естественно был в прошлые прошлые годы века можно сказать одесский свято-никольский храм и по дорожке вот там где машина стоит 1 хлебзавод все мы подъезжаем пересовского мосту через глухой мост улица балковская наши мальчики рыбаки пошли только им известной какой-то тропинкой осень во всех ее красках в херсонском сквере что-то желтеет что-то еще зелененькое раньше помню в этом районе всегда такой большой поток людей было но сейчас конечно уже нет такого потока здесь людей очень мало и вот в этих будочках барчик и всегда любили пропустить рюмочку проходящие на этом мы будем заканчивать пока пока до следующих видео прогулок